Футбольный мяч может лететь со скоростью 100 км в час. Хорошо, если вратарю удается его отбить. В противном случае нагрузка на сетку очень серьезная. Выдержит не каждая. Нет, так сетку на воротах мы не проверим. В игру вступает вратарь дырявые руки. Становлюсь в ворота, но сетка держись. Проверка на прочность со мной стопроцентная. Кстати, прочность в первую очередь зависит от материала. Для стандартных футбольных ворот сетка производится из капрона и нейлона. Нейлон добавляется для придания дополнительной прочности сетке. Сетка только из капрона для любительского футбола. Она дешевле. Еще больше сэкономить можно на сетках из полипропилена. Но оба эти варианта быстро изнашиваются. Хватит от силы на 2-3 сезона. Также на прочность влияет толщина шнура. Если играют дети, подростки достаточно 2 мм. Если взрослые, нужно не меньше 5 мм. Кстати, у меня за спиной сетка с узловым способом плетения. Он обходится производителю дороже. Выгоднее выбирать безузловую сетку. Цена ниже, весит меньше, и ячейки дольше сохраняют форму, не провисают. Еще при покупке сетки важно знать, что ее размер не универсальный. Подбирать нужно в зависимости от ворот. Стандартные имеют высоту 2 м 44 см, ширину 7 м 32 см. Но бывают и 5-6-метровые ворота. Теперь важный нюанс от внука легендарного вратаря Ваяшина. Я лично работаю с вратарями. И для вратарей сетка важно, чтобы она была чуть-чуть подальше от линии, чтобы за нее не зацепиться. А вот размер ячеек значения не имеет. Главное, чтобы мяч в них не пролетал. Хотя лучше, чтобы мяч в ворота вовсе не попадал. Если, конечно, ворота свои. Я сделала это!